Информационно-аналитический канал Джахандар Ага представляет Новый год. Более 120 тысяч армян, проживающих в этом регионе древнейшей постоянно населенной родине армян. Усеянные армянскими церквями, монастырями и памятниками, предшествовавшими распространению христианства в Европе, были отрезаны от мира. Группа граждан Азербайджана с 12 декабря заблокировала дорогу, служащую единственным путем сообщения между Арменией и Карабахом. Армяне, пережившие затяжной геноцид в 1915 году, прежде чем подвергнуться советскому автократическому правлению в 20 веке. В 21 веке подвергаются коллективному наказанию с намерением изгнать их из своих домов. Гуманитарная катастрофа, которую мы сейчас наблюдаем, или точнее, которую мир отказывается видеть, является хрестоматийным актом этнической чистки. Это цитаты из слезливой статьи в солидном журнале Time. Time все-таки это вам не стен газета в общежитии, да и автор не абы кто, а экс-президент Армении Армен Саркисян. В общем, слезы, жалобы и заломленные руки. Лично мы ожидали большего, но все, как всегда. За всхлипами, явственно слышится, дайте нам много денег, и вот тогда вы увидите, как мы обрадуемся. Это не сколько сочувствие армянам Карабаха, сколько сожаления о том, что поток природных ресурсов из Карабаха иссяк. Прикрыли мы им лавочку, сломали столик на кройсе, а потому, все правильно делаем, а будем делать еще правильнее. Гуманитарные грузы пропускаются беспрепятственно, об этом знают все. Потому слезам не верят ни в Москве, ни в Вашингтоне, в Париже притворяются, но помогать не спешат, тоже знают. А вообще в статье нам очень понравилось следующее, подвергнуться советскому автократическому управлению в 20 веке. Если мы правильно поняли, то главная вина советской власти перед мыслящим человечеством, это в недостаточной степени зацелованная Армения. Осиновый кол вам, большевики, связи между Карабахом и Арменией не будет. Об этом вы или забудете сами, или мы поможем вам это сделать. Специалистов у нас хватит, будет у вас счастье по полной программе. Желающие остаться в Карабахе, принимают гражданство Азербайджана. Те, кто не хочет, Лачинская дорога работает, мешки за спину и марш в Армению. Это начинает надоедать. И если у вас не хватает так-то уйти самостоятельно, то лозунг «нет азербайджанцев в Армении и не надо нам армян в Азербайджане» будет более чем уместен. Потому что это справедливо и правильно. Ну и напоследок, биография человека может сказать о нем многое, нужно просто дать себе труд немножко поискать. Армен Саркисян не просто бывший президент Армении. Он руководитель Европейской католической общины Армении, бывший посол Армении в Бельгии, Люксембурге и Ватикане. А также основатель ежегодной международной конференции бизнес-школы Кембриджского университета, председатель Глобального совета по энергетической безопасности Всемирного экономического форума. В общем, заслуг, должностей и титулов, как орденов у ветерана наполеоновских войн, хоть на штаны вешай. Но Армен Саркисян несколько месяцев был членом совета директоров компании «Лидян Интернешнл», которая работала на Амулсарском руднике. Разработку рудника компания так и не начала. Помешали экологи. Нет, не наши, не азербайджанские, а тамошние армянские. Плюс, в 2018 году Никол Пашинян, выступая в парламенте, сказал следующее. Если будет обосновано, что эксплуатация безопасна для Сивана и водной системы Джермука, то проект будет реализован. Однако, если есть угроза, то, будучи премьер-министром, я не смогу разрешить его реализацию вне зависимости от чего-либо. Милый, милый, смешной дуралей, как в таких случаях писал товарищ Есенин. То есть, у нас, в Карабахе, можно наплевать на соображение экологической безопасности, а в Армении – никак. Потрясающая наивность и незнанием отчасти, можно подумать, что отравленная экология вредит избирательно. А давай-ка я отравлю только азербайджанцев, а армян не трону. Так не бывает. И не удивимся, если та самая Лидиан Интернешнл, которой была отказана в возможности разрабатывать амулсарский рудник в Армении, могла нацеливаться на месторождение в Карабахе. Не притягиваем за уши, а допускаем такую возможность. Хитрость и изворотливость соседей мы знаем хорошо, от них можно ждать чего угодно. А вот не допустить этого – первейшая задача наших соответствующих органов. Так что церкви, монастыри и памятники, предшествовавшие распространению христианства в Европе, блокада, гуманитарная катастрофа, равно как и хрестоматийный акт этнической чистки – все это тут совершенно ни при чем. Потому что в девяти случаях из десяти правильный ответ на все вопросы – это деньги. А этих денег за счет природных богатств Азербайджана вам больше не видать и не утруждайте себя напрасно. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прокомментируйте!